Друзья, всем привет! Сегодня заключительное видео по сборке этих украшений и первое украшение соберем на шпильке. Для сборки нам понадобится тейп-лента, перерезанная повдоль на две части, а для тейпирования листьев понадобится тейп-лента, перерезанная на три равные части. Оба этих листика будут тейпировать вниз на 2 см от места крепления. Все эти три элемента будут собраны на одну шпильку, поэтому я их собираю поочередно, закрепляя тейп-лентой. Закрепив последний элемент на веточке, отрываю тейп-ленту, чтобы не утолщать стебель. Также именно по этой причине я отрезаю проволоку. Одну оставляю длинную, а все остальные укорачиваю. Чтобы легче было соединить шпильку с веточкой, необходимо сначала зафиксировать тейп-ленту на чем-то одном. Сначала очень неудобно работать, потому что элементы не держат друг друга, и необходимо время от времени поправлять и хорошо зажимать тейп-ленту. Когда эта конструкция будет затейпирована на сантиметра 2-3, детали уже будут неподвижны, тогда тейпировать будет намного проще. Далее ваша задача затейпировать полностью вниз проволоку, так чтобы она не выглядывала, иначе она будет цеплять волосы при закреплении в прическу. Продолжение следует... Продолжение следует... Все детали поворачиваю плоскогубцами или круглогубцами, чтобы не оторвать элементы от проволоки. Итак, первая шпилька собрана, приступаем ко второй. Оставшиеся 4 листика, которые мы еще не тейпировали, будут тейпировать точно так же, кроме одного самого маленького. Его мы закрепляли на большую проволоку, и вниз нужно будет от места крепления затейпировать на 4-5 сантиметров. Перед тем, как начать сборку, я снимаю тейп-ленту с веточки, которую закрепляла на бутонах. Затем соединяю с помощью тейп-ленты первый самый маленький лист. Далее, как показано в видео, постепенно добавляю каждый элемент, стараясь не перегружать веточку тейп-лентой. Продолжение следует... С помощью ножниц можно задать легкий наклон нашим бутонам. Делайте это очень аккуратно, чтобы не отрезать и не перетянуть бутон. Денес Memo Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Композиция на шпильках собрана. Давайте соберем веточку, которую можно закрепить на повязку. Ту часть веточки, на которой расположены фиалки и роза, точно так же собираем, как и для шпильки. Но с момента закрепления розы сюда же прикрепляем оставшиеся три элемента. Декоративную веточку из тычинок и два листка. Обратите внимание, что все элементы собираю в одном направлении и только после закрепления их тейп-лентой буду поворачивать в нужном направлении с помощью плоскогубцев. Определив для себя длину ножки, в моем случае это 4 см, срезаю излишки проволоки и далее тейпирую в направлении вниз. В самом конце поворачиваю направление тейп-ленты вверх и еще в один слой проматываю ножку, хорошо натягивая тейп-ленту. И только теперь с помощью плоскогубцев поверну детали в нужном мне направлении. Друзья, если это видео было для вас интересным, ставьте лайки и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое и интересное. Не устаю напоминать о том, что при сборке любого изделия тейп-ленты необходимо ее покрывать акриловым лаком на водной основе, для того, чтобы тейп-лента со временем не рассыхалась и изделие не теряло свою прочность. Лак необходимо наносить тонким слоем, не оставляя большие капли. И этим же лаком покрою листья с лицевой стороны. Повязка для закрепления композиции может быть та, которая вам понравилась больше. Я беру именно эту. Сбоку примеряю композицию и буду закреплять ее с помощью ниток и иголки в двух местах. В этом видео не показан процесс шитья, но думаю принцип понятен. Вот таких два варианта украшения показала, как собрать в этом мастер-классе. С вами была Инна Жарая. Всем пока и до новых встреч!